Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Екатерина Юхнова. О самых важных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. В Азовской школе номер 9 открыли мемориал памяти выпускникам этого учебного заведения, погибшим при исполнении воинского долга. В школе номер 11 креативно отметили 65-летний юбилей своего учебного заведения. Международный день слепых и день доброты отметили сегодня в Азовском отделении Всероссийского общества слепых. 11 ноября на территории школы номер 9 прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала памяти с именами выпускников школы, погибших при выполнении воинского долга. Знаменательное событие в жизни школы номер 9 прошло в пятницу 11 ноября. Рядом с памятником советскому герою Николаю Гулимову открыли мемориал памяти выпускников этого учебного заведения, погибших при исполнении воинского долга. У памятного камня тишина, и нашу боль не выразить словами. На память вновь приходят имена, отдавших жизнь за синий небес над нами. В память о всех погибших отец Александр Мирошниченко отслужил литью. История вчерашних школьников, с честью защищавших свою родину, теперь всегда будет напоминать об их доблести, героизме и отваге подрастающему поколению. Те традиции, которые были заложены в прежние годы, сегодня главная задача для настоящего поколения продолжать. Глядя в молодые лица школьников, присутствующих сегодня на торжественном мероприятии, я хочу вам сказать, ребята, помните о подвиге нашего советского солдата, о подвиге тех ребят, которые учились в стенах этой школы, и о подвиге всех военнослужащих, которые выполняют сегодня свой воинский долг в любых горячих точках. В создании мемориального комплекса принимали участие меценаты, родительское сообщество и общественные деятели. Общаясь с администрацией города, от директора была такая идея выдвинута. Но все мы, дети этого поколения, к которому я отношусь, мы были воспитаны на героизме наших дедов, отцов Великой Отечественной войны. И понимаем, что без воспитания, без истории не будет будущего. Мемориальный комплекс открыли под залп орудий. Родные и близкие, возлагая цветы, не могли сдержать слез. А 15 января в соседей свадьба была ночью. Вручили, вызвали меня, родители не тронули, а вот, ваш брат говорит, пойми. Ну, тут, наверное, все узнали, потому что они приехали с военкомата с повязкой, дежурные по военкомату. И вся свадьба, вся эта. Ну, так. Рад за эти памятники, чтобы их побольше было, чтобы наши дети, внуки, правнуки смотрели на этих героев и гордились о них. Теперь для многих родственников погибших мемориальный комплекс станет еще одним местом, куда можно прийти, чтобы почтить память своих вечно молодых сыновей. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Сегодня школа номер 11 празднует свой 65-летний юбилей. Педагогический коллектив совместно с учениками решили отметить этот праздник необычным образом. На протяжении всей предшествующей недели ребята выполняли тематические задания, по завершению которых самых активных ждал приз. Школа номер 11 всегда отличалась от остальных своей креативностью и творческой жилкой. Юбилейная дата не стала исключением. Школьный совет накануне праздника взял на себя ответственность и при поддержке учителей организовал марафон мероприятий, который включал в себя разные задания на каждый день. У нас это неделя тематических праздников. В понедельник у нас был день солнцезащитных очков. Все классы приходили в солнцезащитных очках и надо дать им должное за то, что они очень много сделали хорошего и отнеслись к этой всей теме с большим интересом. Во вторник ребята писали письмо в будущее, которое теперь будет храниться в архивах школы, а среда прошла под знаком желтого цвета, символа богатства и процветания. Все мы приходили с каким-то желтым атрибутом в одежде. Это было довольно интересно, да и в принципе, я думаю, всем, кто участвовал, тоже было интересно. В четверг у нас был день без рюкзаков. Очень много кто, как интересно, проходил, видел даже некоторых, которые пришел с пылесосом или с сумкой доставщика Бургер Кинга. Так что это тоже было интересно. Сегодня у нас пятница и мы подводим итоги. Мы приходим в пиратской форме и наша главная задача – это собрать как можно больше золотых жетонов за эту неделю, почет которых будет сегодня, и найти главный приз – сундук с золотом. Ежедневные эксперты оценивали классы по десятибальной шкале и за выполненное задание раздавали жетоны. В каждой параллели выбирали одного победителя. Главный приз – так называемый сундук с золотом, но по факту там не драгоценный металл, а сертификаты, с помощью которых ученикам можно исправить оценку по любому предмету. Самая главная интересная изюминка всего этого, что есть карта, по которой ребята целую неделю по этой карте выполняли разные задания в соответствии с ней, для того, чтобы получить заветный сертификат. Поэтому у них такой соревновательный дух присутствует, хорошее настроение, и они действительно целую неделю стремятся к тому, чтобы завоевать этот сертификат на приобретение для себя оценок пятерок. Сертификат действителен до 28 декабря, а победитель станет известен после подведения итогов всех конкурсов. В этот замечательный день мне хочется поздравить всех своих коллег с юбилеем, поздравить учеников, родителей, всех тех, кто с нами сотрудничает, дружит на протяжении уже многих лет. И пожелать, прежде всего, конечно, это здоровья, мирного неба над головой, благополучия, коллегам мудрости, творческих изюминок, находок, родителям взаимопонимания. То есть, чтобы мы все были вот такой школьной, дружной семьей. Поэтому еще раз всех с праздником, всего самого наилучшего. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. В воскресенье 13 ноября отмечается сразу два праздника – День слепых и День доброты, которые в Азове объединили в одно, но очень важное мероприятие. На небольшом праздничном концерте в обществе слепых побывали наши корреспонденты. 13 ноября отмечается Международный День слепых, который призван привлечь внимание к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Все чаще человеческие чувства отходят на второй план, отдавая приоритет материальным ценностям. Но в обществе слепых, как большой семье, не оставляют в беде тех, кто нуждается в помощи. Этот праздник – еще один повод собраться вместе, чтобы показать свое мастерство, трудолюбие и огромную добрую душу. Мы отстаиваем права инвалидов, которые, к сожалению, порой бывают нарушены. Я уверен, что в этом зале нет ни одного человека, который бы не обратился к нам и их просьба не была удовлетворена. Мы стараемся для того, чтобы оправдать ваше доверие, избрав нас на эту должность и думаю, что у нас что-то получается. Молодых специалистов организации ООО «Элит» наградили благодарственными письмами и по достоинству оценили их работу. А мастерицы, имеющие ограничения по зрению, представили на выставке свои творческие работы, за что были награждены памятными подарками от депутата Александра Савко, который на протяжении десятилетий помогает обществу слепых. Людям, состоящим в организации, преимущественно требуется развитие доступной среды. Я оказываю всяческие, при помощи нашей городской администрации, делаем тротуары здесь по Калантаевскому. На Крымской отсыпали, там ямы были для перехода слепых, это непреодолимое препятствие. И по левой стороне тоже, в районе рынка, там сделано очень много. То есть администрация, вот как я смотрю, на любое обращение от организации ВОЗ всегда реагирует сразу. Мне это очень приятно. Небольшой концерт наполнил праздник добротой и чувством сплоченности. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немножко поглели. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Сегодня в зале Меценат открылась традиционная выставка «Учитель и ученик». В этом году она посвящена 45-летнему юбилею Азовской детской художественной школы имени Ивана Крылова. За 45 лет в художественной школе прошли обучение тысячи учеников. Многие ее выпускники стали художниками, дизайнерами, архитекторами, педагогами. Директор учебного заведения Сергей Миронов сам выпускник этой школы. Очень длинный путь за эти 45 лет прошла школа. И из заурядного учебного заведения мы занимаем ведущее место в области. Наша художественная школа известна и за пределами нашей Ростовской области. Я в школе проработала 39 лет. Я очень люблю коллектив. И нужно сказать, что второе поколение на мое место пришло. Это моя дочь и моя невестка. Они тоже работают в художественной школе. Ни одно поколение педагогов трудится в детской художественной школе. И практически все они ее выпускники. Я, так как и многие наши педагоги, училась в этой школе. И с раннего детства я провела там много времени, так как моя мама тоже преподавала там же. Школу я окончила, поступила дальше учиться. И потом вернулась обратно обучать наших детей. В этом году у директора школы Сергея Миронова тоже юбилейная дата со дня рождения. И его работы также представлены на выставке. Сегодня коллективу и юбиляру вручили грамоты. Приветственный адрес от депутатского корпуса города Азова. Разрешите мне коллективу вашему дружному и творческому вручить грамоту Азовской городской думы с пожеланиями всего самого хорошего. На выставке было многолюдно. И это понятно. Кроме воспитанников школы и преподавателей, пришли родители, выпускники и ценители прекрасного. Среди них юные дарования. Я уже закончила художественную школу имени Грекова, но часто посещаю ее выставки в Меценате. И была так приятно удивлена, когда увидела здесь свою работу. В художественной школе я занимаюсь два года. Я очень рада, что моя картина попала сюда. Не могу передать впечатление. На картине я изображала осенний пейзаж. Я ученица художественной школы. Учусь здесь уже четвертый год. Это самое прекрасное заведение в моей жизни, которое я видела. Здесь такие доброжелательные люди, учителя. Я очень люблю эту мирную и спокойную обстановку. Здесь я могу себя почувствовать по-настоящему воодушевленной и спокойной. Открытие выставки стало большим событием городского масштаба. Такого количества присутствующих на юбилее Меценат еще не видел. Каждый пришел с цветами, добрыми словами и поздравлениями. Поздравляю всех учащихся, всех педагогов, всех деток нашей школы с замечательным юбилеем. Желаю процветания, творческих успехов и долголетия. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго. Хороших выходных. В субботу 12 ноября облачное с прояснениями. Днем плюс 8, плюс 9 градусов, ночью плюс 7. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%. Уровень воды в реке Дон на 15 сантиметров выше отметки 0. Температура воды плюс 7 градусов. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 13 ноября сохранится облачная погода. Днем плюс 9, плюс 10 градусов, ночью плюс 5, плюс 8. Ветер северо-западный 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха 79%. Уровень воды в реке Дон на 15 сантиметров выше отметки 0. Температура воды плюс 7 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова